Первое упоминание о церкви святого Дмитрия в отчине Николаевского угрежского монастыря в селе Мессайлова относится еще к 17 веку. Точное место и дата строительства неизвестны. К нашему времени она не сохранилась и в начале 2000-х годов было принято решение о возведении нового храма великомученика Дмитрия Солунского. Само строительство началось в 2012 году, 29 октября, после молебна на начало всякого доброго дела. Началось возведение храма и в 2013 году были первоначально возведены цокольный этаж, который под нами находится, были вознесены стены храма и своды. В дальнейшем был установлен на храм купол и крест. Это состоялось в 2014 году, 2 ноября. Тогда же здесь начали совершать молебны, а уже с 2017 года стали проходить регулярные литургии. Одни из главных святынь иконы Дмитрия Солунского, который считается покровителем воинства и символом доблести. Разнообразные фрески, посвященные житию этого святого, можно увидеть и на сводах храма. Православная церковь особо почитает великомученика Дмитрия, которого убили за то, что он открыто заявил о себе как о христианине. Его часто называют вторым апостолом Павлом. Своим примером он показал степень веры, степень опыта богообщения, то есть доказал своим подвигам, что реальность Бога, реальность Христа для него выше в реальности земной жизни. Среди икон храма образы Николая Чудотворца, Спиридона Тремифунского, Георгия Победоносца. Некоторые из них были подарены Мессайловской церкви прихожанами. А в этом году стараниями неравнодушных людей появился деревянный крест Голгофа. Крест – это одна из наиболее почитаемых святынь, может быть, самая даже почитаемая святыня, наряду с другими изображениями, иконами. Но вот крест Голгофа, то есть место, с одной стороны, страдания, с другой стороны, величайшей славы Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который через крестные страдания спасает нас от смерти, избавляет от власти дьявола. Приход у церкви не очень велик, но постепенно число прихожан растет. Вокруг появляются жилые кварталы, и все больше людей устремляется в Мессайловский храм. Для многих он стал местом, где можно получить духовную поддержку. Сюда приходят молиться о здоровье своем и близких, о покое усопших, о спасении. Праздники я стараюсь посещать обязательно. В выходные, не каждое воскресенье. Чувства, потом облегчение. На душе так прекрасно, спокойно. Получаю удовлетворение от этого. Но хотелось бы почаще ходить. Прихожане всячески помогают своему храму не только пожертвованиями. Алтарники, чтецы, хористы. Обычные люди с радостью исполняют эти обязанности. Жительница Мессайлова Клавдия Горбунова в дни работы церкви, а это выходные и праздники, становится свешницей. Женщина-очевидец появления этого святого места храм Дмитрия Солунского возводился на ее глазах. Когда строился храм, мы все с удовольствием ждали окончания строительства, потому что прежде ходили в Молковский храм. А когда построился, все занялись, все, кто живет в деревне Мессайлово в основном, ну и близлежащие там. Лесное тоже. Сейчас уже стали приходить к нам прихожанки и прихожане. И с тех пор мы, конечно, уже занимаемся и служим в этом только храме. История современного храма Дмитрия Солунского насчитывает около 10 лет. За эти годы проделана немало работы не только внутри, но и снаружи. Построен был храм буквально на траве. За последний же год прилегающая территория преобразилась. Силами общины выложили брусчатку, сделали отмостку, восстановили два крыльца. Тем не менее проблем вполне себе земных хватает. Остро стоит вопрос с отоплением. Сейчас церковь обогревают электричеством, хотя рядом проходит газ. Планируется установить забор и решить вопрос с цокольным этажом, где застаивается вода. Это помещение можно было бы использовать для воскресной школы. В людях в приходе видит будущее храма его настоятель, священник Алексей Васильев. Мое видение, что, конечно, должна развиваться именно общинная жизнь. Чтобы были не захожане, которые пришли и пошли дальше. Как говорится, может тут никогда не вернуться. Да, были те, кто пришел как в дом, как включился в семью и, пребывая здесь, живет одной жизнью и с храмом, и с той общиной, в которой он пребывает. Поэтому у меня надежда на такой образ церковного бытия. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.